Трасса 101 Приветствую! В эфире Трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Поехали! Дорожные камеры, возможно, будут фиксировать не только номер автомобиля, но и лицо водителя. В этом заключается суть закона проекта, подготовленного депутатом Госдумы Михаилом Сердюком. По его словам, цитирую, сейчас штраф приходит владельцу машины, даже если в момент правонарушения за рулем был не он. Нужно перенести ответственность на непосредственного водителя. Чтобы это сделать, нужно установить камеры, которые будут фотографировать лицо нарушителя. Юрист Павел Гмызин считает, что если парламентарий одобрит законопроект, будет решена правовая коллизия. Здесь вопросы действительно сложны к доказанию. Если снято таким образом, что не видно, кто за рулем, сложно будет привлечь собственника, потому что он скажет, я не управлял, управлял другой по доверенности, доверенности у меня нет. В данном случае эта правовая коллизия пока что не решена. Добавлю, по словам правозащитников, для реализации депутатской инициативы потребуется вносить поправки в закон о персональных данных, который в настоящее время запрещает фотографировать людей без их согласия. Еще об одном предложении, прозвучавшем в Госдуме. По мнению группы депутатов, автомобили, припаркованные с нарушением правил, не всегда нужно эвакуировать. Исключение можно сделать для машин, которые не мешают другим участникам движения, водителям и пешеходам, и не создают аварийных ситуаций. Парламентарии обосновали свою идею, резко выросшей стоимостью эвакуации. С середины сентября в Москве владельцам легковых машин она обходится в 3-5 тысяч рублей. В Кирове, напомню, принудительное перемещение авто на штрафстоянку стоит почти полторы тысячи. В продаже появилась «Лада Калина» второго поколения в кузове «Универсал». Минимальная цена легковушки – 330 тысяч 500 рублей. За эти деньги покупатель получает такие удобства, как подушка безопасности водителя, электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, аудиоподготовка и теплопоглощающие стекла. В сентябре в Тольятти собрали тысячу «Универсалов Калина». В дальнейшем объемы производства будут увеличены. Колесо отпало во время движения. Таких роликов в интернете очень много. В реальной жизни подобную ситуацию дважды наблюдал замглавы Кировской администрации Александр Преснецов. Это был, наверное, год 68-й. После поворота с Кирово-Чепецкой едем в Киров, подъем прошено. Сверху движется автомобиль, насколько помню, ГАЗ-51. И вдруг у этого автомобиля отваливается колесо и по встречной полосе летит в мою сторону. А я еду, тогда еще были «Жигули» копейки эти. Сначала оно так ровно, прямо хорошо, потом оно начинает, естественно, крутиться. Это было чудо. У меня такое впечатление было, что я как вот цепился в руль, так я ехал. Колесо проехало мимо. Второй случай точно такой же. Это дорога после «Чувашей» в сторону «Малого Каныпа». Прямая, длинная, длинная. Едут в две тоже ГАЗ-51 хлебовозки. Я пошел на обгон, и опять заднее колесо отваливается. И только это уже впереди меня катится. Незабываемая вещь. На этом все. Пока. Трасса 101.